Всем привет! Смотрите, как я одет. Это значит, что сегодня здесь очень тепло, здесь прям лето уже наступило. Плюс 11 в Риге. Ура! Теплее температуры мы еще не видели. Вот, а вообще мешают сегодня, немножко попозже, плюс 17, представляете? А ему все равно холодно. Это все... Это все экран на камеру, здесь холодно. Вот. Мы, кстати, стоим возле собора Святого Петра. Это, кстати, место, куда мы хотим попасть, вот туда вот наверх, и посмотреть на Ригу сверху на панораму. Вот. Но мы сейчас туда не хотим, типа, потому что я уверен, что там жуткий ветер, и пока здесь ничего зелененького нет в городе. Я не думаю, что здесь что-то будет супер-классное, чтобы посмотреть. Да. И мы сейчас идем на рынок. Вот, кстати, по поводу собора... Всем привет! Всем привет! Да, Кать... А, да, ты же не здоровалась, ты же меня снимала. По поводу собора. Я хотел сказать, что я вообще не понимаю принципиальной разницы между церковью, собором, базиликом и что там еще есть. Ну, в общем, между вот этими словами. Вот. Для меня это просто обычная какая-то церковь. Это костел. Да. А, костел еще есть, да, Стас подсказал. Вот хоть убейте, не понимаю разницы. Мне кажется, что-то просто придумали маркетологи. Вот, смотрите, вот базилика как звучит. Вот это по-любому какой-то шедевр. Какое-то шедевр. Церковь это такое место. Церковь, да, что-то такое место. Вот. Но для меня это все просто одинаково. Хоть не знаю. А для тебя, Катя, что ты думаешь? Я ничего даже не разбираюсь. Не разбираюсь? Мы сейчас на рынке. Вот. На самом деле ничего особенного. Обычный самый обычный рынок, который есть во всех постсоветских странах. Ничего здесь выдающегося нет. Но цены здесь намного дешевле, чем в супермаркете. Где-то в два раза. Иногда даже в три раза. Например, я вот вчера просто обратила внимание в супермаркете на голубику. 120 грамм голубики здесь в супермаркете стоит 4 евро. Здесь я видела 100 грамм за евро 20. Разница в три раза. Мы зашли сейчас в молочку. И здесь молоко стоит 84 цента. А мы берем за евро 20. А здесь литр. Да, мы берем за евро 20 за евро 20. А здесь за литр 84 копейки. Вот. Но оно домашнее. Мы домашнее молоко не любим. Правда? Мы дети асфальта. Мы дети асфальта. Как нас называют родители. А вот что здесь реально крутое, по крайней мере по ценам, так это фрукты. Они здесь в два-три раза дешевле, чем в супермаркете. Поэтому мы сейчас возвращаемся там, где мы были, там где фрукты. И будем закупаться фруктами и... Да? Всякой... Что здесь большой минус, здесь только наличку принимают. Да, карточка нельзя расхвачиваться. В общем, мы купили апельсин. Испанских. Стоили они 2,50. Но мы их попробовали, они очень-очень вкусные. И продает их дядя Коля. Прям возле выхода, возле рынка. Я купил яйца, хлеб и салат. Сколько денег? Это евро 10, это 78 евро центов, а это 90 евро центов. Дешевле, да, получается? Ну да. Принеслась в такую же цену, а все остальное чуть дешевле. А также я купила янтарное жерелье для бабушки моей. Она любит такое. Оно там лечебное для щитовидной железы. Вот. И оно, которое я купила, это не обработанные камушки. То есть оно вот лечебное. Обработанные они не лечебные. Вот так. Мы зашли в Тайгер. И смотрите, какая здесь прикольная штука есть. Это штука, которая делает грозу у тебя в голове. Она сделает грозу. Микрофон. Абсолютно ненужная штука. Ну, блин, прикольно. Ну, как же зайти в Тайгер и что-то не купить? Это были бы не мы. Поэтому мы здесь купим себе очень нужную штуку. Это для путешественников, таких как мы. Это допустимый размер провозимой жидкости. В ручной кладе. Да, в ручной кладе. Это для гели, для шампуня. В общем, да, супер. Мы думали взять такую либо зеленую. Ой, либо такую, либо розовую, да. Но мы сошлись на зелененьких. Смотря на то, что розовые милые, но они как-то по-дешевому смотрятся. А это сильно. Хотя Кате нравятся до сих пор розовые. Но мы возьмем зеленые. Смотрите, какая прикольная стирачка. Стирачка палец. Карандаш и постирать. Хочу. Сюда можно палец засунуть. Сегодня в 5 часов игра Manchester United. И, собственно, сейчас без десяти пять. И мальчики сейчас будут смотреть футбол. Мне скучно с ними. Поэтому я решила, что я пойду по магазинам. Но сегодня я пойду по магазинам не одна. Нет, никого со мной нет. На самом деле я по видеосвязи буду ходить со своей подругой по магазинам. И разговаривать с ней и показывать все. Так что такой у меня виртуальный шопинг. Смотрите, чем закончился мой виртуальный шопинг. Та-да-да-дам. На самом деле прикол, самый главный прикол в том, что это все я купила не себе. Это я купила подруге. Вот. И знаете, что самое приятное в этом шопинге было? Это то, что я ни за что не платила. По сути, да. Ну, то есть я заплатила за эти вещи, но это не мое. И я их купила не себе, хотя я их выбирала. Ну, в общем, так прикольно делать шопинг, но не тратить денег. В общем, это приятно. Вот так. И я сейчас, кстати, дома одна. Никого со мной нет. Вот. Потому что мальчики пошли в зал. Они пошли заниматься. А я как-то... У меня крепатура везде. Еще после прошлой тренировки. Мы, кстати, вчера были в зале. А, и вчера. Вчера мы не выпустили влог. Знаете, по какой-то дурацкой причине. Потому что у нас за весь день видео записались без звука. Абсолютно без звука. То есть мы просто ходили и... Вот так вот все было. И мы решили, что это никуда не ходится. Такой влог выпускать вообще нет смысла. И поэтому у нас провалился вчерашний влог. Вообще у нас в последнее время кризис жанра. Вот. Как у всех творческих людей, мы не знаем, что снимать. Видимо, вот этот кризис еще добавляется проблемами с техникой. Когда просто... Напросто не записывается звук. Что очень огорчает блогеров. А мы сейчас не одни. И знаете, кто там орет? Это говорят девочки, которые пришли смотреть футбол. Сегодня играет португальская команда. Две португальские команды. Мы посмотрели футбол. Очень интересный матч. Даже мне понравилось. Потому что португальцы оказывается так экспрессивная игра. Вот. И Рита Португалка, она так сильно болеет за свою команду. Бенфика. Прям как Дима за Манчестер Юнайтед. Так радовалась там. Она так подпрыгивала постоянно, когда там гол. Чуть не забивали или забивали. Вот. Было прикольно, в общем. И еще мы думали, как же нам быть с нашими влогами. Потому что, как я вам уже говорила, что у нас какие-то в последнее время проблемы постоянно. И тяжело нам снимать. В общем, тяжело находить что-то новое. Потому что у нас учеба просто целый день. Вот. И мы постоянно заваливаемся спать после учебы. Вот. В отличие от Испании, кстати, когда у нас там мы учились до часу дня. И то есть, грубо говоря, там вообще весь день свободный. Вот. То здесь не так. Рига пожёстче. С восьми до шести. Пффф. Да. С восьми до шести. Вот у нас просто как полноценный рабочий день. Поэтому мы с Димой приняли решение, что мы пока что временно не будем выпускать влоги каждый день. Будем выпускать их несколько раз в неделю. Вот. Может через день. Мы пока что точно не знаем расписание. Ну, в общем, ещё при том на этой неделе у нас экзамен. Вот. И сдача там некоторых проектов. В общем, у нас много работы. И времени на влоги очень мало. Поэтому эта неделя будет вот в таком вот режиме пробном. Ну, потом мы едем в Париж, кстати. Седьмого числа мы улетаем в Париж. В Париже мы будем снимать каждый день, потому что там есть что показать. И потом мы возвращаемся опять в Ригу после Пасхи. И не знаю, что будет дальше. В общем, дальше будет то, что будет. Мы вам скажем уже потом. А сейчас спасибо вам за просмотр. Спасибо, что с Тами. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok